Приветствую вас, и для начала давайте мы с вами скажем так. Самооценка, значит страх остатворной, страх потерять человека, вашего мужа, значит полное растворение в нем, отсутствие ориентиров своих, значит отсутствие собственных идеалов, опять же своих, значит сравнивание себя с другими и скорее всего не выполнение, то есть незамечения созданных ролей, то есть вы жена, еще вы мать. Непринятие себя, непринятие своих, значит недостатков, и собственно говоря перенос ответственности себя на других, в связанности на муж. То есть вы говорите, что у меня есть комплекс, но в этих комплексах я обвиняю, он меня нет. Вот избавляйтесь от того, чтобы винить вообще кого бы то ни было в своих проблемах. Это очень деструктивная профессия. У вас эти комплексы были и все. То есть то, что молодой человек их у вас как-то вот скрыл эти комплексы, но это опять же знаете, это не его как бы ответственность, ответственность опять же скорее ваша, чисто именно ваша, ибо комплексы у вас они были всегда, эти комплексы. Вот. И здесь вот кроется такой вот момент, что вы ревнуете его как на столу, а ревновать нужно прекратить. Потому что ревность сеет в человеке мысли об измене. Ревность не дает возможности человеку почувствовать себя любимым, не дает возможности почувствовать себя мужчиной, и потому что его все время ревнуют, а напротив дает ощущение, что в нем очень сильно нуждается, и накладывает на него больше ответственности вообще, чем, ну больше ответственности, чем человек способен вообще выдержать, вынести и так далее. То есть здесь именно такая ситуация, ситуация в том, что вы заняли изначально деструктивную позицию. И первое это ревность, и второе все, и вот то, что я сказал, да. Значит, далее это установка личных границ. Установка личных границ и полное недопрещение какого-либо насилия медвады. То, что вы дотеретесь, это совершенно ужасно. Особенно с учетом того, что у вас дети. То есть на детскую психику это влияет ужасно. И вы травмируете детей, и в общем-то им жизни потом будет тяжело. Вот. Значит, сейчас вам нужно отделиться, больше заниматься собой, вспоминать, кто вы такая, кем вы были. Добряк, видите, вы очень рано вышли замуж, 19 лет. Вот. И, собственно, сейчас вы уже сами взрослые, а новое вот, у вас ничего не появилось. То, что вы не застоялись, что вы не реализовались как социальные субъекты. И из-за этого получается, что ничего вашего, ничего внутреннего, ничего чисто вашего личностного нет. Вот с этим нужно работать. С этим нужно работать, это нужно организовывать. То есть сейчас необходимо отдалиться от мужа, немножко отдалиться от детей и чисто заниматься собой. Вот если вы любите мужа, то вы понимаете, что он, что бы ни делал, он будет счастлив. Если он связан с вами, он будет с вами. А верно, что вы пытаетесь его привязать, и к себе этим самым отталкиваете, потому что это тотальный контроль. Вот. Ну, будет он, смотришь на девушек. Ну и что? Вот. Это ничего не значит. Как вы отдать, чтобы вы тянули только ко мне? Ну, для этого нужно начинать себя любить вам. Вот. А пока вы не будете любить себя, то молодой человек, он к вам тянуться не будет, потому что он видит, что вы ревнуете, он видит, что вы вообще не уверены в себе, совершенно не уверены в себе. И именно по этой причине, по причине того, что вы совершенно в себе не уверены, он к вам не тянет. Потому что он не чувствует себя с вами мужчиной. и вас, ваша именно задача заключается в том, чтобы вы смогли почувствовать себя мужчиной, как раз таки. А что для этого нужно сделать? Чтобы мужчина почувствовала себя мужчиной с вами. А для этого нужно, чтобы вы себя женщиной чувствуете. А женщиной можно себя почувствовать только если вы перестанете зависеть от него. Если вы перестанете зависеть от него, если вы перестанете как-то вот ныздаться через чересчур, ныздаться в нём. Но всё это работа, это личностный рост, это разбитие, это работа в разных направлениях, начиная от детско-рассивских отношений, да, и заканчивая, вот, собственно, личностным ростом и иметь личностными отношениями. То есть вы, ещё не сформировавшись как личность, вы уже вступили в семейные отношения. Сейчас вы уже взрослый человек. Если вступали с вы ребёнком, то сейчас вы взрослый человек. Вы поменялись, вы стали другой. И мужчина тоже поменялся. Он тоже стал другим, опять, до 5 лет назад. 5 лет назад им было 24. И он был довольно молодым. И, по сути дела, ребёнком. Ну, вот именно в комплекте мужчины. То сейчас вы взрослый человек. И вы тоже были ребёнком, когда вступали в братья, сейчас вы взрослый человек. Только у него осталось это своё. У него было эго, потому что он был старше вас. Он уже всё-то сформировал. Вы – нет. И из-за этого вы такая ревнивая. Ну, ревнивая не только. Из-за этого тут всё. Страх остаться одной. И поэтому я рекомендую вам, пока следует, вот подумать, почему вы себя не принимаете. Что именно вы в себе не принимаете. Вот. Оставьте списочек этого обязательно. Того, что вы в себе не принимаете. И это будет одним из направлений работы с психологом. Потому что вам нужно учиться принимать себя и бороться с ревностью. А также то, что касается ревности, здесь вам скажет так. Ну, поскольку, как мы вот сами выяснили уже, ревность – это только негатив даёт, да, и наводит человека на мысль о измене, то я предлагаю вам поступать по-другому. Я предлагаю вам каждый раз, когда вам хочется ревноваться, я предлагаю вам говорить с мужем, что поласковое. И, собственно, менять негативный заряд, как мы, наверное, уже сами поняли, менять негативный заряд на позитивный. И вот, как раз, таким образом, если вы будете действовать, если вы будете действовать вот именно так, то есть менять заряд с негативного на позитивный, то я предлагаю, что со временем при определённой практике, то есть при повторении вот этих действий вы сможете приучить себя поступать так. И если вы приучите себя поступать именно так, то я думаю, что многие проблемы ваши, они решатся, они будут решаться, потому что всё упирается в то, что вы мужчину как бы контролируете. Все упирается в то, что вы человек пытаетесь подавить свою ревность. Это путь никуда, и вы агрессируете, а агрессирующим установить то, что он для вас средство. Он для вас средство чувствовать себя кем-то. И вот ваша задача научиться чувствовать себя кем-то без него. Когда он смотрит на другие женщины, например, они понимают, что это нормально, что привыкание возникает, что нужно разнообразить сексуальную личность. Их понимают, что нужно быть полноценной личностью, что нужно представлять ценность для себя и для другого. Поэтому вы этого не представляете и отсюда у вас такие проблемы. Поэтому на этом всё. Выполните то задание, которое я вам дал. Выпишите свои плюсы и минусы и поработайте с ними. То есть, вот подумайте, почему так? Как так происходит? Вот. Ну и, соответственно, выберите эксперта и как следует с ним поработайте по этим направлениям. Если у вас остались вопросы ко мне, либо что-то непонятное из моего ответа, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.